Всем привет друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь и мы продолжаем с вами карьеру за игрока FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе, буду рад, что всех там увидите. Сегодня в выпуске у нас три игры, выездная игра против Уотфорда, также выездная игра против Сток Сити и домашняя против Сандерленда. Уотфорд идет на первом месте, а вот Сток Сити и Сандерленд идут в нижней части турнира таблицы, даже Сандерленд уже в зоне вылета. Поэтому вот самая интересная игра у нас будет сейчас против Уотфорда, первая строчка против третьей, если и обыграем Уотфорд, сравняемся с ними по очками, поэтому мотивация у нас есть на эту игру, ну а составы наших ранок, поехали. Итак, мы на выезде, Уотфорд против КПР и задание на эту игру. Оценка ниже 8.5, не проиграть и обводки. Давайте возьмем процент успешных обводок. Так, Дэвис, отличная передача на Асприлу, что же будет? Ну а здесь передача на Калу. Пас в центр, удары и не попадает в створ игрок Уотфорда. Так, и вот с мячом, наконец-то, Волкер. Дальние удары и зарабатывает Волкер угловой. Ну, тут, наверное, можно было как-то и поближе подойти. Ну, Волкер решил так, но там даже в створ мяч не летел, но заработали стандарт, с которого вот можно постараться забить. Волкер подает. Так, Марио Гаспар. Здесь аккуратно Йоханссон. И Волкер еще одна будет. Подача, Филд. Неплохо, но удар пошел выше. Пас на Волкера пошел. Волкер отлично на Дайкса. Дозель на Волкера. Надо забивать. Надо забивать, и Волкер забивает, но положение вне игры. Сигнализирует Лайнсмен. Сороковая минута. Ну, я как-то не знаю, ну, очень долго Дозель там, значит, отдавал передачу. Мне казалось, там все аккуратненько было сделано. Тут, да, такой, знаете, пограничный. Оффсайт. То есть, мне-то трудно в динамике было за этим уследить. Неплохо движется Харь Волкер с мячом. Будет подавать. Подача с нерабочей левой ноги, но Дозель. И забивает. Слава богу, забивает КПР. Тут уже без разницы. Отличились мы голевой передачей или голом. Тут разницы нет. Главное, что мы забили. У нас с левой ноги очень удачная передача пошла, но главное, что точная. Я вообще не так планировал. Я хотел на Дайкса навешивать, но передача пошла за пределы штрафной. Но главное, что получилось забить. Там уже на добавленной, какой-то там третьей вроде минуте первого тайма. Дайкса забивает, вводит КПР вперед. Мы уходим на перерыв. Калу с мячом. Здесь Лейрот отлично справился. Волкер через Дозеля. Ну и хорошая передача во фланг на Волкера. Тот на скорости. Это отлично как проходит. Волкер. И хорошая могла бы быть голевая передача. И она и есть. 2-0. Волкер отдает очередную свою голевую передачу в этом сезоне в чемпионшипе. И Дайкс забивает дубль. 52-ая минута. Оказалось бы, уйдет КПР сейчас в оборону после забитого мяча в первом тайме. Но нет. Они отлично такую контратаку провели во втором тайме. И увеличили свой отрыв против первого места Уотфорда. Отлично. Ну и главное, что теперь вот Волкер поучаствовал тоже в этой атаке. Передача на Клеверлей. Сам будет бить. Дальний удар. И Диенг справляется. Счет на табло. Уотфорд в атаке. Калу. Хасане. Уже в штрафной удар накрыли. А вот второй удар уже тут. Первые на мяче оказались игроки Уотфорда. 73-я минута. И уменьшает преимущество Дэвис. Лейерт. Отлично здесь с Волкером. Задумку эту провернули. Волкер по флангу. Ну как же он шикарно действует. Передача на Дайкса. И это хэт-трик Дайкса. А Волкер отдает вторую голевую передачу на Дайкса. И вот так вот. Я не понимаю. Но здесь скорее всего оборона Уотфорда. Смотрим с вот этой камерой. Мне интересно. Просто ушли все в атаку. Оставили одного Дайкса. Но это просто... Просто что-то с чем-то. Но... Замечательно. Просто замечательно. Здесь Дайкс. А вот и Волкер. Но он должен забивать. В первом тайме у него был офсайд. Но сейчас вот голкипер уже помешал. Но момент был суперский. Уверенная выездная победа. Благодаря хэт-трику Дайкса. Дубль голевыми передачами сделал Харри Волкер. Но игроком встречи здесь безусловно станет Дайкс. Хотя нет. Очень странно. 8-4 оценка у Волкера. 8-3 у Дайкса. Ну и вот еще и Дозель одну голевую отдал. Поэтому Волкер стал игроком матча. Замечательно. Ну и по ХГ. Здесь КПР наиграл, если округлять, на 4 мяча. Вотфорд на 1. Но он свой единственный гол-то и забил. По заданиям выполнили задачу не проиграть. И успешной обводки оценку не хватило 1-10 лишь. Так. И у нас 13 уровень. И дали нам 3 очка навыка. Так. Давайте прокачаем удары с лета. И благодаря этому мы подберемся к завершениям. Вот. Потому что мне кажется нам надо прокачивать завершение. Вот. У нас будет 73 уже завершения. Потому что в последнем матче видно было, что не хватает. Вот это вот катится нам. И кстати рейтинг у нас стал 75 уже. Итак. У нас Хэллоуин. Эти мы задания читали. Но вот. Смотри. Здесь я получаю очки одиночки. Если просто сделаю. Отправляйтесь на Хэллоуинскую вечеринку. И произведите фурор с самым выдающимся костюмом вечера. Вот. Поэтому я лучше наверное вот это вот возьму. За 1000. Зато получу и очки стержня. И очки маэстро. Ну а также у нас. Я так понимаю там скоро день рождения будет. Я поставил тот. Ту дату. Когда я начинал записывать эту карьеру. Именно первый выпуск. Поэтому у нас условия не выполнены. Но давайте почитаем. Этот день рождения запомнится. Вы празднуете день рождения вместе с товарищами по команде. Боулинг, бургеры и картошка фри. А потом в караоке. Праздник с близкими людьми. Вы приглашаете на день рождения семью и близких друзей. Напитки уже охлаждаются. А еду скоро привезут. И самый гламурный праздник в истории. Снимите ночной клуб и разошлите приглашение каждой знакомой знаменитости. Вот. Но все это стоит 50 тысяч. У меня 7 с половиной. Поэтому как-то так. Наверное в этом году без моего дня рождения. Вот. У нас стоит дата. 11 октября. А сейчас уже 15. То есть у нас во-первых день рождения прошло. Нам там сколько? Уже 18 наверное лет. Да, Волкеру исполнилось 18. Вот. Ну и рейтинг 75. Теперь у Волкера золотая карточка. Но у нас сейчас игра против стока. Мы идем на втором месте. На одно очко мы отстаем до Бернли. До первого места вот сток на 19 месте. У них 11 очков. Поэтому эту команду надо обыгрывать. Мы играем хоть и на выезде. Но мы показали, что мы даже с лидерами можем играть на выезде. Состав в наших кранах. Поехали. Многие болельщики приехали поддержать КПР на выездной игре против аутсайдера. Итак, задание на эту игру. Оценка ниже 8.5. Обводки и не проиграть. Давайте снова обводки возьмем. Нам как-то это удачу приносит. Передача в центр. Пытался как-то Волкер найти что-либо. А вот Дайкс, ну надо забивать. Отлично. 1-0 уже на четвертой минуте. Предголевую вроде как мы передачу отдали. Но сейчас хотя бы поспокойнее будем играть. Не задумываясь о результате. Потому что ведем в счете. Ну а Дайкс в отличной форме. Уже четвертый мяч подряд забивает в сегодняшнем выпуске. Проходить неплохо Волкер. Волкер-то уже в штрафной. И передачу делает. Но почему так долго и все там как будто не хотели пробивать с голевой передачи от Волкера. Очень даже неплохо. Дайкс. А Волкер-то неплохо движется. А почему бы с такого угла бы не пробить. И Волкер забивает. Увеличивает преимущество КПР. Замечательно. 2-0. Первый гол Волкера в сегодняшнем выпуске. Ну вот я не знаю почему. У Волкера в 100% казалось бы ситуациях. Не летит удар. Там либо офсайт. Либо вратарь тачит. А вот с этого угла. У нас не помню. Ну второй либо третий уже гол в сезоне. То есть так вот сильно. Казалось бы здесь вратарь должен контролировать все. Но Волкер забивает. Увеличивает преимущество КПР на выезде. Справляется с этим оборона КПР. А Волкер хороший паса дает на Дайкса. А сам-то забегает. И отлично. Волкер забивает дубль. С голевой передачей от Дайкса. Ну Волкер шикарен. Волкер шикарен. Сам отдал эту передачу на Дайкса. Оказалось бы все здесь уже. Ну счет 2-0. Арбитр сейчас будет свистеть. А вот так вот КПР атаку свою продолжил. И уже оформляет разгром в первом тайме. Не пропускают Вингера. Тейлор на этот раз. Рис с мячом. Передача в центр. Здесь Бекер. Бекер удары и уменьшает. Разгромное преимущество КПР. Капитан Сток Сити. Бекер. Передача на фланг. Здесь один Тимон. Будет бить. Либо передача давать. Рис. Удар. Филд. И все-таки удар. Но Диенг справляется. И вот теперь точно. Последний угловой в этом матче. Уверенная. Также выездная победа у КПР. Вторая подряд со счетом 3-1. Ну в этот раз. Уолкер пофеерил. Дубль забил. Но вот второй тайм. Можно сказать точно. КПР провалили. Гол единственный пропустили. А сами не забили во втором тайме. Уолкер игрок матча. Забил дубль. Дайкс. Гол. Плюс две голевые. Но его заменили. Не знаю почему. Наверное шансы просто дали себя как-то показать для Уиллока. Ну и задание. Мы выполнили успешные обводки. И задача не проиграть. Снова рейтинг матча мы не выполнили. Итак у нас 14 уровень. Очередные 3 очка навыка мы получаем. Давайте я все-таки прокачаюсь. И мы возьмем еще 3 звезды на финты. Я понимаю. Еще 3 звезды. Говорю. Еще одну звезду. Вот. Потратим 3 очка навыка. Потому что хоть я не умею сильно финтиться. Но все-таки чтобы это было. 5-звездочный вингер. Мне кажется больше ценится прям так. Вот. Будем пытаться что-то там накручивать. Наверчивать. Поэтому это чисто для уверенности нашей. Что у нас вот есть 5 звезд на финтах. Ну что же. После 13 тура мы были на первом месте. Здесь нас с Бернли обошли. Из-за того что у них на один матч больше сыграно. Но вот если мы сейчас обыграем Сандерлэнд. 22 место. А их там всего сколько? 24. Места в чемпионшипе. То мы будем на первом месте. 24. Вот Сандерлэнд на том же 22 месте. Сейчас у них 5 очков. Но мы играем дома. Поэтому должны нам помочь. Домашние стены. Сегодня сделать третью победу подряд. Третью победу подряд именно в выпуске. Составы на наших кранах. Я не знаю форму может быть немножечко только поменять. Составы на наших кранах. Поехали. Давно мы не играли дома. И вот она игра. КПР против Сандерлэнда. И задание на матч. Оценка ниже 8.5. Успешные навесы и командное владение. Я даже не знаю что здесь взять. Давайте рейтинг матча. Ну и понимаю что нам надо делать успешные навесы. Поэтому голов от меня сегодня. Много не ждите в этой игре. Итак в атаке Сандерлэнд. И первым же ударом на пятой минуте они открывают. Что это даже камеру то там сильно не успел переключить. Еще раз смотрим. Передача. И просто ну. Раз в сто лет такой удар у него залетит. Это Стюарт забил. Так Волкер. А Волкер то убегает. Но вы посмотрите что он творит. Волкер забивает и сравнивает. Отлично. Третий гол Волкера. В сегодняшнем выпуске. Вот когда я сказал перед матчем голов не ждите. А вот здесь вот пришлось дождаться. Отлично. Скоростные навыки свои. Волкер показал. И главное что получилось. Пробить мимо вратаря. Видит забегание он Волкера. А вот дальний удар. Хороший. Будет угловой. Йоханссон через Волкера. Волкер на Дайкса. И снова последние вот. Секунды первого тайма у нас идут. Волкер. Ну как же отлично он разобрался. И пробить нужно Волкер. Забивает и выводит. Вперед. КПР. На последних снова секундах первого тайма. Вот так вот. Волевая победа благодаря Волкеру сейчас. Но еще остается играть целый. Второй тайм. Здесь отлично. Как накрутил, навертел. И покатил. Ближний для себя нижний угол. Мощный удар. Голкипер уже не смог ничего с этим поделать. Одиннадцатый гол Волкера в четырнадцати матчах. Центр через Тюарта. Дальше на Уньена. Уньен. Здесь Симс. Удар. И голкипер Арчер. У нас сегодня на воротах. Отлично справляется. Вроде как отоборонялись. Волкер. Снова он проходит. Защитника Сандерленда. И что? Это будет ли его хэтрик сейчас? Волкер-то с мячом. Отлично движется. Удар. Хэтрик. Хэтрик Волкера. Я не помню. Это вроде первый его хэтрик. До этого не было. Если мне сейчас не изменяет память. Ну и супер. В такой-то игре. В первой игре дома. В сегодняшнем выпуске. Забивает Волкер. Ну и получается у него за сегодня статистика такова. Пять забитых мячей. И. Если я не ошибаюсь. Две голевые передачи. Ну вот в отличную контратаку ушли игроки КПРа. Ну вот. Волкер шикарно забил три мяча сегодня. Симс. Дальше передача на Робертса. Удар. И. Уменьшает преимущество КПРа. Сандерленд забивает. Робертс вроде. Счет 3-2. Но там уже последние секунды матча. Да. Это Патрик Робертс. Поэтому 90 минута матча. Ну будет минимальная победа. Но главное что это победа. Третья победа подряд в сегодняшнем выпуске. Как я и сказал. Минимальная победа КПРа. В матче против Сандерленда. Хэтрик. Харри Волкера. Он забирает мяч. Я честно не помню. Вроде это первый хэтрик. Если бы был бы уже хэтрик. Мне кажется я бы уже бы назвал. Выпуск. Забили хэтрик за КПР. Либо что-то в этом духе. Ну вот. 7,7 оценка. При хэтрике. Голевая от Балагуна. И две голевые от Дайкса. И так. Ну и по заданиям. Я не выполнил ни одно. Ни рейтинг матча. Ни точный навес. Ни владения мячом. Ну что же. На этом мы заканчиваем сегодняшний ролик. КПР на первом месте. Делит первую строчку с Уотфордом. По 31 набранному очку у двух этих команд. Волкер сейчас лучший бомбардир чемпионшипа. 12 голов в 14 матчах. Ближайший преследователь это Мунис. 10 голов за Миддлс Броун уже забил. И так же Волкер лучший ассистент лиги. 14 голевых передач в 14 матчах. Ближайший преследователь это Дайкс. У него в два раза меньше голевых пасов нежели чем у Волкера. Статистика на данный момент на ваших экранах. На этом все друзья. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok